Здравствуйте, товарищи! Я хочу обратиться к членам Рабочей партии России как сопредседателя идеологической комиссии Центрального комитета и как консультант Российского комитета рабочих. И хочу я, во-первых, вас поздравить всех с наступающим Новым Годом. Ну и как всегда у нас в партии всякое поздравление означает новые задачи. Новые задачи или новые усилия по решению старых, еще не решенных задач. Так вот, есть у нас такая задача, которая уже многократно обсуждена, рассмотрена, проанализирована, поставлена в качестве цели и так далее. Это овладеть таким мощным инструментом, каким является коллективный договор. Мне ничего сейчас не нужно рассказывать, какое это важное, нужное дело. А при этом, ну вот мы как бы тот самый бегун, который на старте, он все время, значит, так вот ногами перебирает и так никуда пробежать не может. Потому что как вот товарищ Федотов составлял и проводил через свою профорганизацию коллективные договоры, так он и проводит, и организовывает. Поэтому мы можем всегда отчитываться. В нашей партии есть систематическое заключение коллективных дворов и опыт соответствующий. И человек есть. Ну и можно даже сказать, по опыту морского порта Санкт-Петербурга, там было пять профсоюзных организаций, пять профсоюзных организаций профсоюза догеров и три члена партии. Вот, так сказать, один член партии ушел, поскольку он стал инвалидом и пошел на заработки. А хотя Рысик такой, здоровый, написал, как рабочему защитить свои интересы на производстве. Очень хорошую брошюру написал. Вот, у нас Евгений Петрович Тимофеев тоже болел. Председатель Совета Рабочих был докер Тимофеев. Вот он недавно нам привез докерский подарок. Подарок от профсоюза докеров. Докерские календари. Вот Александр Сергеевич тоже есть. И вот сейчас мы видим картину, что сколько у нас есть членов партии в порту, сколько коллективных договоров. Есть один член партии, есть один коллективный договор. Понятное дело, чтобы составить коллективный договор в какой-нибудь организации, надо иметь в ней члена партии. Иначе дело не пойдет. Почему? Потому что он нуждается в поддержке партии в целом. Он нуждается и в моральной, и в интеллектуальной, и в научной, и в использовании опы, которые есть у нас, у разных людей, которые это делали, заключали и так далее. Поэтому вот я хотел бы предложить в связи с Новым годом, и в связи с тем, что у нас сейчас как раз составляются планы на Новый год, проделать следующую простую, в общем, работу. Значит, у нас есть члены партии, которые находятся в разных организациях. Есть такие организации, в которых мы коллективный договор сейчас не составим, нечего и пытаться. Правильно? То есть человек работает в организациях, где есть три человека, или семь человек, или восемь человек. Там это не то место, где это можно сделать. А есть у нас товарищи, которые работают в коллективах достаточно больших, достаточно крупных. Есть это товарищи рабочие, прежде всего. Значит, нам надо постараться в этих организациях, для этих организаций сначала сделать проект. Сразу хочу сказать, что одно дело проекта, а другое дело заключить коллективный договор. Пока у нас задача минимум. Написать проект. Будет проект, тогда можно говорить о чем? О том, чтобы сделать выжимку из этого проекта, снабдить этой выжимкой каждого члена коллектива. Сначала завоевать на свою сторону большинство. Потому что если вы имеете большинство, тогда вы можете двигать свой проект. Если у вас большинства нет, вы никуда не пройдете с этим проектом. Это останется просто замыслом, хорошей картиной будущего развития событий, если бы нам повезло. Так вот, поскольку это все-таки отдельная тема, давайте мы соточимся не на том большом и великом, а на самом простом. А вот составить проект, проект коллективного договора предприятия, каждого, где есть хоть один член партии у нас, это можно сделать. Я думаю, надо себе такую задачу не просто поставить, а включить в план. Вот сейчас, наверное, ставятся планы и в Московской организации, и в Ленинградской организации, и в Самарско-Нижегородской организации. Надо включить вот эту задачу в план. Ну а кто должен быть ответственным и сделать за эту задачу? Я думаю, это тот товарищ, который находится в этой организации. К нему еще двух товарищей интеллигентов приставить дополнительно, чтобы получилась тройка. И вот этими тройками и составлять проект коллективного договора. Эта тройка должна потом в перспективе будет заниматься и тем, как его дальше продвигать. Почему? Потому что есть человек один в организации, а тут у него на помощь еще два члена партии. Причем они, так сказать, поручение получили соответствующее. В плане это записано в организации. А из этих планов мы сведем план Рабочей партии России на 2022 год. Вот поэтому я и предлагаю это в качестве поздравления на 2022 год. Вот такую задачу решить, составить сейчас планы, конкретно указать, какое предприятие и какие три человека будет заниматься. Один человек с этого предприятия и у нас, как правило, редко когда бывает два человека с одного предприятия. Пока еще мы до этого не дошли. Один человек с этого предприятия и два человека ему в помощь. Из всех людей, которые могут так или иначе помогать. И я думаю, что мы должны тем самым, ну как бы всем миром, то есть всей партией это дело проделать. Иначе у нас может получиться, что мы раз задачу поставили правильно, два задачу поставили правильно, три задачи поставили правильно. И, так сказать, можем на этом месте немножко задержаться, топтаться на месте. А вот таким образом, когда мы доведем дело до проектов, что касается выжимок, я беру на себя обязательство, как и как консультант Российского комитета рабочих, и как консультант правкома докеров, которому я помогал составлять коллективные договоры, читать все выжимки и редактировать. То есть вообще не было случая, чтобы мне прислали выжимку из проекта коллективного договора, я бы не отредактировал и не послал бы в редакции, которую я предлагаю тем товарищам, которые мне прислали. То есть я на себя тоже беру соответствующие обязательства, и они не выступают только с тем, что я вот вам предлагаю работать, а сам пошел в сторону. Нет, я думаю, что в сторону мы от этого дела никто не уйдет. У нас есть и другие консультанты, но очень опытные, например, Александр Сергеевич Каденов, есть Александр Владимирович Золотов, есть товарищ Дегтярев, есть товарищ Юрков, есть Галко Виктор Иванович. То есть у нас есть достаточно много людей, которые будут консультировать тех людей, но надо, чтобы это было все зафиксировано вот следующим образом, что вот есть такая-то организация, где есть наши члены член партии, из такой достаточно крупной организации, где есть коллектив, где можно говорить о коллективе, а не там, что вот там есть 5-3 человека, это не коллектив, и не вахтовым методом работают. И конкретно, чтобы в плане на следующий год, который у нас должен появиться в январе, все это стояло, а дальше, чтобы мы это реализовали. Давайте представим себе, что за первое полугодие мы эту задачу составить коллективные договора решим. Очень я вас обращаю внимание на ролик товарища Бобина, очень хороший, как составить коллективный договор за один день. Я бы тоже подписался под этим роликом, но он меня не вписал, а я бы подписался. А в чем состоит дело? Надо взять тот проект, который отработан у товарищей докеров, он в электронной форме у нас есть. Пожалуйста, снимайте с сайта московского отделения, напишите первую страницу про вашу организацию, это чей коллективный договор, а все остальное, там же идет речь о каких персонах, работодатель и работники. Работодатель и работники, там нет никаких конкретных, никаких там докеров нет, если только в приложениях у них там, где конкретные совершенно вещи, связанные с распаковкой грузов, там, раскреплением, закреплением и так далее. Вот, вписывайте то, что вы считаете нужным, выкидывайте то, что вы считаете не нужным, и у вас будет проект. Когда будет проект, вот эти проекты, я думаю, мы должны вывесить на наших таких ключевых сайтах. Во-первых, на сайте московского отделения фонда рабочей академии, я думаю, никто нам не откажет, чтобы там вот, как бы, библиотека проектов коллективных договоров висела, вот проект такого-то завода. Там не надо писать, кто составитель, это совершенно ни к чему, где-то не нужно, важно, что вот этого завода, есть проект, есть он уже как общественная реальность. Проект этого завода, проект этого завода, проект вот этого завода и так далее. И на сайтах это есть, чтобы люди могли, вот, так сказать, на них посмотреть, поучиться, и, так сказать, вот начнется некоторое соревнование, кто раньше сумеет продвинуть этот договор в жизни. Мы знаем, что у нас в этом году был опыт того, что товарищ Кальвиц со своей организацией профсоюзной продвинул, довел это дело до того, чтобы были проведены переговоры. Но надо обязательно настоять на том, чтобы на переговорах освобождены были, как написано в трудовом курсе, до трех месяцев для ведения переговоров, вот, те представители работников, которые будут в этом участвовать. Иначе вам некогда будет это делать. Люди вот, из-за чего они могут составить? Потому что некогда. Так вы доведите это до этого уровня, и тогда-то вы получите освобождение. Вот у догеров всегда освобождают по-среднему. А если это больше трех месяцев тянется, новых людей, потому что одних и тех уже больше трех месяцев нельзя держать на этом. Считайте, что это тоже уже забастовка. Пять человек, которые, или шесть членов коллектива, которые ведут переговоры, освобождены зарплату, получают. Но они должны ходить по всем подразделениям, и со ними все вопросы переговоров и коллективного договора обсуждают. Вот такое предложение я хочу внести. И думаю, что тогда наше движение сделают вполне конкретным. Что мы должны исходить из того, что у нас есть. У нас есть партия, пока еще небольшая, но она состоит из ответственных людей, толковых, умных, грамотных, и способных доводить дело до конца. Надо только это организовать. Средством такой организации является план. Вот сейчас план, просьба это все и включить. Каждая организация записывает теми коллективами, теми товарищами, которые начнут делать работу, соответствующий пункт в плане. Там будет написано, что проект коллективного договора такого-то предприятия составляет такие-то, для тех предприятий, где у нас есть за что зацепиться. Есть хотя бы они на член партии на этом заводе, и тогда два помощника, товарищи интеллигентов, которые будут во всем помогать третьему. Потому что у нас все на троих бывает. Потому что один человек – это пост, два – это группа, а три – это организация. Вот это такими организованными группами мы можем это дело довести до того, что у нас будет уже библиотека проектов, коллективных договоров, а потом будет соревнование, кто реализует эти проекты в настоящие коллективные договоры. Но это уже следующая тема. Всех поздравляю с Новым годом и желаю успеха в борьбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова